Песнь любви. Псалтырь. Псалом сорок четвертый. Начальнику хора. На музыкальном орудии Шашан. Учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю. Песнь моя о царе, язык мой, трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст Твоих. Посему благословил Тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом Твоим сильный, славою Твоею и красотою Твоею. И всем украшении Твоем поспеши. Восядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница Твоя покажет Тебе дивные дела. Остры стрелы Твои. Народы падут пред Тобою. Они в сердце врагов Царя. Престол Твой, Боже, вовек. Жезл правоты, жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих. Все одежды Твои, как смирна и алой и косия, из чертогов слоновой кости увеселяют Тебя. Дочери царей, между почетными у Тебя, стала царица одесную Тебя в афирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и преклони ухо Твое, и забудь народ Твой и дом отца Твоего. И возжелает царь красоты Твоей, ибо он, Господь Твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице Твое. Вся слава к щере царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов Твоих будут сыновья Твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя Твое памятным в род и род, посему народы будут славить Тебя во веки и веки. Размышления, часть первая. Идеальный жених. Псалом 44, с 1 по 10 стих. После скорбных слов предыдущего псалма, сегодняшняя песня надежды звучит, как хвалебный гимн на свадебном перу царя и его невесты. Псалмопевец воспевает благодетели самого замечательного из людей, чьи уста произносят благие слова. Он могущественный воин, обличенный в величие и великолепие. Он сражается за истину, смирение и правосудие и не ищет своей выгоды. С мессианской точки зрения здесь прослеживается параллель с Христом. Нет человека лучше Иисуса, который сражался за истину и справедливость самым самоотверженным образом, вплоть до того, что принес себя в жертву на кресте. Он идеальный жених в браке Христа и Церкви. Все верующие благословлены тем, что находятся в отношениях с Ним. Применение Какими чертами характера Иисуса вы больше всего восхищаетесь? Почему вы благодарны за отношения с Ним? Размышления, часть 2. Невеста Христа. Псалом 44, с 11 по 18 стих. Невесту псалмопевец призывает оставить прошлое и войти в новое. В семью и ее роль в жизни царя. В своей шитой золотом одежде она прекрасна. Ее приводят пред лицо царя во дворец с весельем и ликованием. Их сыновья будут царствовать по всей земле. И все последующие поколения будут прославлять царя и его невесту. Церковь призвана быть прекрасной невестой Христа, Которая с радостью и весельем входит в посвященные отношения с Ним. К сожалению, иногда в церкви бывают разногласия, внутренние раздоры или греховное идолопоклонство. Но мы можем сделать все от нас зависящее, Чтобы не допустить таких разрушительных явлений. Давайте будем созидать из церкви прекрасную невесту, Каковой она призвана быть. Применение Какие сферы церковной жизни и служения нуждаются в наибольшем внимании. Какой вклад вы можете внести в то, Чтобы церковь как можно больше походила на прекрасную невесту Христа. Молитва дня Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты верен в Своей церкви. Благодаря Своей жертве на кресте, Ты уже доказал нам, как сильно Ты любишь нас. Помоги мне как можно больше чтить Тебя И созидать Твою любимую церковь. Во имя Твое я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, У нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, Помощь в понимании Библии, Видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok